Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. С 1 июля система ветеринарной сертификации «Меркурий» стала обязательной для всей продукции животного происхождения. В России заработала система «Меркурий» тотальный контроль за продажей продуктов. Что вырастет раньше – качество или цена молока и мяса? Система работает следующим образом. Вход в трамвай только через переднюю дверь. Рассчитаться наличными деньгами можно с водителем. Это занимает определенное время. Новосибирские трамваи лишатся кондукторов. Сколько сможет сэкономить горы электротранспорт и чем займут тех, кто останется без работы? Самая интересная часть нашей работы, когда мы будем из этих отлитых колоколов составлять колокольные подборы. И попытаемся услышать, как звучал не просто каждый колокол индивидуальный, а как они вместе звучали. Копии неотличимы от оригиналов. Кто и как возвращает уникальные голоса сибирским колоколам? Новосибирская область претендует на звание главного транспортного хаба между Россией и азиатскими странами. Сегодня наш регион с рабочим визитом посетил вице-премьер страны Максим Акимов. Главная тема – развитие глобального транспортного узла, который объединит воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщения. Что отличает исполняющего обязанности губернатора и команду Травникова – это качество подготовки этих запросов. Поэтому я так отвечу на ваш запрос. У нас очень хорошие шансы по всем этим вопросам в рамках исполнения майского указа президента продвинуться. И мы сегодня конкретные решения, продвижение в экспертизе, подача заявок на финансирование в рамках бюджетного процесса, вхождения на определенных этапах стройки. Мы все эти вопросы сегодня очень плотно отработали. В ходе совещания отдельно затронули вопрос продолжения строительства метрополитена. В федеральном правительстве ждут проектно-сметную документацию, чтобы рассмотреть варианты федерального финансирования. Другой частью визита стало посещение новосибирского академгородка. Вице-премьер высоко оценил уровень цифровизации госучреждений, в том числе на примере работы проекта госуслуги. Сегодня обращение в органы власти при помощи электронных окон активно использует больше миллиона новосибирцев. Интерес федерального чиновника вызвала и идея резидента Агадемпарка, компании «Центр финансовой технологии». Суть предложения – максимально увеличить количество интернет-площадок для оплаты коммунальных платежей, чтобы даже в глубинке людям достаточно было воспользоваться приложением на смартфоне и не приезжать специально в райцентр. Это, по сути, работа по продвижению наших инициатив, работа по созданию условий для реализации важных для региона проектов. Мы сегодня, как уже руководители сказали, обсудили и проект безопасной и качественной дороги, проект 4-й мост, развитие метрополитена, развитие Толмачева. Безусловно, это капиталоемкие проекты, они дорогие проекты. Детали развития дорожно-транспортной отрасли глава области Андрей Травников сегодня обсудил и с министром транспорта России Евгением Дитрихом. Только на проект «Безопасные и качественные дороги» в этом году из федерального и областного бюджетов выделили почти 2,5 миллиарда рублей. К примеру, в Кочуневском районе сейчас идет полномасштабное строительство участка дороги Иртыш. До 1 сентября подрядчики должны сдать почти 10 километров пути с двумя развязками и мостами. Уже выполнено больше третьей работы. И несмотря на сложные погодные условия, строители идут с опережением графика. Прекрасная область, прекрасные люди, прекрасные дороги. Сегодня посмотрели на участок федеральной трассы Иртыш, который сейчас реконструируется, строится новая дорога. 1В техническая категория, 4 полосы движения, разделительное барьерное ограждение, освещение. Просто великолепные условия для того, чтобы машины могли двигаться с большими скоростями и очень безопасно. Надеюсь, что и с точки зрения региональных успехов региональных властей мы будем видеть новые впечатляющие результаты. И федеральные дороги здесь у нас будут только лучше и лучше. В свою очередь, отвечая на вопросы журналистов, Андрей Травников отметил, что принятые на сегодняшнем совещании решения дадут импульс для реализации многих важных для Новосибирской области проектов. И в продолжение транспортной темы. В районах области начали работы по ремонту сельских дорог. Где появится новый асфальт, выяснял Константин Клещин. Главный инженер Машковского ДРСУ Дмитрий Николаенко на работе в приподнятом настроении. При его непосредственном участии ремонтируют одну из главных районных трасс. До сих пор дорога Машкова-Кайлы считалась проблемной. Здесь даже автобус со школьниками застревал. Данный участок в распутицу выглядит, если можно куриться, плачевно. Хорошие ливневые дожди в дни проезда здесь практически не было. То, что можно было за счет содержания делать, все делалось. Из 12 тысяч километров областных дорог большая часть имеет земляное или щебеночное покрытие. Весной по решению главы региона отрасль получила дополнительно 1 миллиард 300 миллионов рублей на восстановление сельских дорог. Довольный Каргат, Куйбышев-Северный, Краснозерка, граница Довольнинского района, Краснозерка-Полойка, Медешу-Куриловка, Верх-Искитин-Преображенка и так далее. Это те участки дорог, где необходимо проведение работы капитального характера, где у нас имеются значительные разрушения покрытия. А кроме того, в программе несколько десятков объектов, где проводят менее масштабные, но очень важные для районов работы по восстановлению щебеночного покрытия. На начало июля все необходимые процедуры торгов, которые требуют законодательства, завершены. Контракты с подрядчиками подписаны. В этом году мы установили сроки до 25 августа. Критериум был начало учебного сезона, учебного года. Средства, которые отрасль получила дополнительно серьезное подспорье в деле сохранения дорог Новосибирской области. И в целом дорожный бюджет на этот год составил более 8 миллиардов рублей. Константин Клещин, Антон Мамаев, Новости ОТС. С 1 июля вся продукция животного происхождения должна проходить через систему Меркурий. Негативные прогнозы пока не сбылись, цены не взлетели, продукты с полок не пропали. А продавцы наоборот положительно оценивают электронную систему сертификации. Подробности в сюжете Александра Попова. 1 июля система ветеринарной сертификации Меркурий стала обязательной для всей продукции животного происхождения. Крупные организации смирились с нововведением, мелкий и средний бизнес грозится повышением цен. А в народе уже появились свои смешные аллегории о функционале системы. От стойла до стола, от поля до прилавка и от лодки до глотки, если говорить о рыбе. Другими словами, все документы на мясную и рыбную продукцию оформляют в интернете, и она автоматически попадает в единую базу данных. Цепочки производитель, посредник магазин, звенья обмениваются всеми разрешениями в электронном виде. А на южанина через Меркурия реализуют рыбу уже второй год. Допустим, пришла комбала. Я уже не бегаю, не ищу эти бумажки, маркировки, чтобы даты сходили, чтобы все. Через систему Меркурия мы заказываем, и приходят ветеринарные, свидетельства. То есть все очень удобно, все по датам, все по числам. Вообще, социально активные продавцы на базаре к прогрессу отнеслись положительно. Как эту систему ввели мне сразу через Меркурия? У меня деревенское мясо, оно все через Меркурия идет. Проблем вообще нет. Легче стало? Почему? Допустим, водитель едет, справку забыл, ветеринарное свидетельство, да? А здесь документы уже в Меркурии, они могут посмотреть, что на самом деле выписали на меня справку или нет. Галина Дмитриевна, раз уж зашла речь о Меркурии, тут же после интервью начинает объяснять соседке о преимуществах работы через интернет. Кто не успел подключиться, ссылается лишь на отсутствие времени. Пробовать-то будете регистрировать? Конечно будем, на ИПшнике. Конечно будем. Никогда не дремя. В основном там срок еще есть, думать. В Россельхознадзоре отмечают, что на сегодня в области подключены более 6 тысяч хозяйствующих субъектов. Несмотря на обязательность, до конца года штрафные санкции будут применяться лишь в исключительных случаях. Штрафные санкции предусмотрены административным кодексом, но пока рекомендовано тем, так скажем, отстающим, пока не привлекать к жестким штрафам, ограничиваться предупреждением. Проблемы пока только технические. Из-за количества обращений приложение Меркурий периодически зависает. Также, к сожалению, пока в систему тотального пищевого контроля не вошли молочные продукты. Эксперты объясняют это нежеланием крупных производителей молока делать прозрачным производство своей продукции. Александр Попов, Антон Мамаев, Новости ОТС. К другим темам. В правительстве региона прошла встреча с жителями села Лекарциной. Обсуждали территории, где могут разместить мусоросортировочный комплекс. Представители инициативной группы обеспокоены возможным вредным воздействием на воздух и водоемы, если комплекс построят в границах Репьевского и Мирновского сельсоветов. В РИО заместитель председателя правительства Сергей Семко подчеркнул, что территорию будут изучать, а проект обсуждать с жителями близлежащих территорий. Напомню, сейчас есть три площадки для мусоросортировочного комплекса в границах Репьева, Раздольного и Селоярского, Плотниковского сельсовета. Окончательно выбор еще не сделали. На чистую воду в районах Новосибирской области потратят сотни миллионов рублей. Региональную госпрограмму развития ЖКХ до 2020 года обсуждали сегодня на межотраслевом совете при губернаторе. В этом году возведут десятки новых объектов водоснабжения и водоотведения по всей области. В семи муниципальных районах и одном городском округе построят модульные водоустановки, очистные водозаборные сооружения и реконструируют сети. Только в 2018-м на повышение качества воды в регионе выделили почти миллиард рублей. Перечень сформирован на основании ежегодного рейтинга качества воды в муниципальных образованиях области, составляемых Роспотребнадзором. В текущем году в рамках подпрограммы «Чистая вода» запланировано средства по министерству ЖКХ из областного бюджета 283,7 миллионов рублей. В рамках безопасности ЖКХ по данному направлению предусмотрено средства в размере 670 миллионов рублей для реализации 74 объектов. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. У нас в Новосибирске во взаимодействии с высшей школой, среднепрофессиональным образованием, общеобразовательных организаций выстраивается система работы, которая позволяет ребятам заниматься и получать высокие отметки. Оставшиеся объекты, они очень большие, то есть деньгоемкие. 300 миллионов, 200 миллионов. Вот эти дефициты надо гасить. У ребят из клуба «Казачья застава» появилась традиция после каждого сверхдальнего шлюпочного похода, то есть когда преодолевают больше тысячи километров, рисовать на бортах якоря. Фестиваль музыки и солнца «Алтай Пелосфест» представляет 7 июля. Иванушки Интернешнл. 14 июля. Сергей Трофимов. 21 июля. Макс Барских. 4 августа. Группа «Время и стекло». Зажжем этим летом вместе на площади перед развлекательным комплексом «Алтай Пелос». Телефон 8 800 444 15 13. Это новость ОТС. Мы продолжаем. Новосибирцы не согласны, чтобы трамваи переводили на бескондукторную систему. Инициативная группа направила в профильный департамент мэрии письмо, в котором подробно объясняют, почему турникетная система доставит горелектротранспорту хлопот, а не наоборот, как полагает городской администрации. Между тем, трамваи с турникетами на линию выйдут уже этой осенью. Что представляет из себя новая система, когда она начнет работать? Мария Черешнева выслушала разные точки зрения. Пока он такой один. Экспериментальный трамвай, в котором нет кондуктора. Его в тестовом режиме вывели на третий маршрут этой зимой. Теперь, полгода спустя, мэрия приняла решение. Эксперимент нужно продолжать и расширять. Турникеты установят и на других трамваях уже к осени, а в следующем году и на некоторых троллейбусах. Здесь возможны различные вариации. У нас есть четырехдверные вагоны, трехдверные вагоны. И в зависимости от маршрута, у нас разные маршруты с разным пассажиропотоком, здесь уже можно по-разному комплектовать данную систему. Возможны варианты и с входом через две двери, возможно варианты и с входом через одну дверь. Такие турникеты были и в московском транспорте, но в столице эксперимент признали неудачным. Правда, там от кондукторов отказались на популярных маршрутах. В Новосибирске наоборот, опыты ставят там, где ниже пассажиропоток. Не больше ста человек в час. Система работает следующим образом. Вход в трамвай только через переднюю дверь. Рассчитаться наличными деньгами можно с водителем. Это занимает определенное время. Либо приложить карту к турникету. Но, правда, как показал опыт, срабатывают они не сразу. И это тоже определенные задержки. Еще один аргумент не в пользу вагоновожатому. Теперь работать за двоих. Весь интернет пещерит средствами того, как эти рогатки можно обмануть. Проходить паровозиком, подлазить и так далее. Конечно, это придет еще и к большей нагруженности водителя, который вынужден, кроме того, что водить в наших городских крайне стрессовых условиях, он еще должен следить за ситуацией через те выгоды наблюдения и так далее. Следить еще за происходящим в салоне. Главный аргумент горэлектротранспорта – экономия. Мы не покупаем никакое оборудование. Мы объявили аукцион на запупку услуги, услуги по безналичному расчету пассажиров. И работа этой системы в час обходится предприятию на 40% дешевле, чем работа за час кондукта. В среднем один мотовагон примерно 350, ну плюс-минус 300, 30, 380, 350 часов в месяц отрабатывает на линии. Исходя из этого, мы прикинули, сколько нам необходимо до середины 2021 года, чтобы прикрыть все единицы на маршрутах с малым пассажиропотом. В 2021 году мэрия должна окончательно принять решение, оправдывает себя система или нет. Эксперимент могут закончить и раньше. Есть вариант, что в час пик систему все-таки будут отключать, чередовать с работой кондукторов. Кстати, обещают, что из-за турникетов сокращать никого не будут. В горе электротранспорте дефицит кадров. Мария Черешнева, Алексей Баженов, Новости ОТС. 600 обманутых дольщиков Новосибирской области въедут в новые квартиры в этом году. На текущий момент в эксплуатацию уже ввели три проблемных объекта, в планах еще шесть. На эти цели направили более полумиллиарда рублей. Напомню, накануне вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве. Правда, они коснутся только новых объектов. О том, что ждет рынок недвижимости в будущем, расскажет Екатерина Широкова. Дольщики уверены, станет меньше обмана. Однако, что делать тем, кто уже пострадал от недобросовестных застройщиков, не знают. Наталья Моисеева ждет квартиру 10 лет. Говорит, когда покупала, и подумать не могла, что останется ни с чем. В защиту наших дольщиков, про которых говорят, что они покупали дешевые квартиры, повелись на дешевое жилье. Квартиры покупались по рыночным ценам. Люди покупали по 32, по 36, по 34 рубля за квадратный метр в 2006-2008 годах. И получается, что это не дешевое жилье, а документы были все в порядке. В области 50 замороженных строек. Все они на контроле правительства. Многие дома сдадут в ближайшие годы. Оставшиеся объекты, они очень большие, то есть деньгоемкие. 300 миллионов, 200 миллионов. Вот эти дефициты надо гасить. Гасить можно такие дефициты только в рамках масштабных инвестиционных проектов. Земельных участков не так много. В Минстрое отметили, что планируют возобновить меры поддержки строителей. Программы ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой и возведения служебного жилья на селе. Кроме этого, мы предлагаем насытить все возможные наши программы, которые есть по программе «Молодая семья», «Дети-сироты», «Ветхое аварийное жилье» и так далее. Пока суммы, скажем так, не определены. Это пока в качестве пилотного проекта и предложения. Как отметили в Минстрое, на рынке строительства ситуация неудовлетворительная. Спрос на жилье упал на 22%. 80% застройщиков региона работают в кредит. На этом фоне с отменой долевого участия могут возрасти цены за квадрат. Екатерина Широкова, Николай Лещев. Новости ОТС. Другим темам сдали успешно. Количество выпускников школ с высоким баллом за ЕГЭ увеличилось. Всего в этом году единый госэкзамен сдали больше 14 тысяч выпускников. 105 из них показали 100-бальный результат. 18 человек удалили. Один из них преподаватель. Учитель во время тестирования зазвонил телефон. По словам исполняющего обязанности министра образования Сергея Федорчука, в этом году впервые за 5 лет 4 выпускника набрали 100 баллов по предмету общества знания. Русский язык и математику выпускники сдали лучше почти на 3%. Тот же показатель по биологии и химии. За последние три года тенденция к росту наблюдается очевидная. Это говорит еще и о том, что действительно у нас в Новосибирске во взаимодействии с высшей школой, среднепрофессиональным образованием и общеобразовательных организаций выстраивается система работы, которая позволяет ребятам заниматься и получать высокие отметки, оценки, а соответственно и высокие баллы на государственную итоговую аттестацию. Новосибирские звонари вернут голос 22-м колоколам 19-го века. Редкие находки обнаружили в Тюмени, Иркутске и Владивостоке. Правда, былого звучания у них сейчас нет, у многих пробитые юбки отсутствуют уши. Поэтому работа предстоит немалая. Секреты непростого ремесла в сюжете Руты Келлер. Так звучат колокола с охранным звуком, а так те, у которых звук потерян. В музее колокольного искусства каждый второй экспонат с повреждением реставрировать бесполезно. Вот, например, сибирский колокол дореволюционного времени. На нем следы от сварки, трещину заделали, а прежние звучания вернуть не смогли. Теряет голос, когда его разбивают, или же у него появляются внутренние трещины, невидимые глаза внутри тела колокола. И, собственно говоря, вот этот вот дефект, он как раз и обнаруживается благодаря тому, что колокол теряет свои краски, свой голос. Но самая распространенная причина, конечно, это повреждение колокола. Причина тут может быть разная, в том числе и неумелое обращение звонарей. Сотрудники Сибирского центра колокольного искусства не только составили картотеку разбитых колоколов, но и создали уникальную технологию отлива редких экземпляров. Внешне современный колокол не отличается ничем, а вот звуковой букет раскрывается только после удара колокольного языка. Это самое толстое место колокола. То есть везде во всех остальных местах стеночка тут, тоньше тут, 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 а вот здесь утолщение. Это как раз и есть вот это музыкальное кольцо, то, которое отвечает за звук. Языком мы ударяем именно в это музыкальное кольцо, или ударное кольцо, оно еще называется, и в результате извлекаем звук. По словам специалистов, колокольное искусство в годы революции пострадало больше всего. Иконы, церковные книги, предметы, утвари можно было спрятать. Спрятать звон невозможно. Поэтому колокольный фонд России в 20-30-х годах был уничтожен на 80%. Самая интересная часть нашей работы, когда мы будем из этих отлитых колоколов составлять колокольные подборы. И попытаемся услышать, как звучал не просто каждый колокол индивидуальный, а как они вместе звучали, какая была музыка колоколов. Для отливки дубликатов по сибирской технологии будут использовать химический состав колокольной бронзы, максимально приближенный к оригиналу. А для формы специальный силикон. Это позволит получить исторически достоверную звучащую копию разбитого колокола. За год сибирские звонари планируют вернуть голос 22 колоколам. Рута Келлер, Константин Менин, Новости ОТС. Ушли в дальнее плавание юноши и девушки из патриотических клубов Новосибирска сегодня отправились в путешествие по Обскому морю на шлюпках. Через несколько дней экипажи достигнут южного края водохранилища, а потом повернут назад. Где они сойдут на берег и кто ждет их в сельской церкви, расскажет Анатолий Харитонов. У ребят из клуба «Казачья застава» появилась традиция после каждого сверхдальнего шлюпочного похода, то есть когда преодолевают больше тысячи километров, рисовать на бортах якоря. Вот здесь их два. Один за путешествие от Телецкого озера до Новосибирска, другой за поход от Омска до Тобольска. Третий якорь в нынешнем году не появится. Протяженность маршрута от Новосибирска до Камня-на-Аби и обратно около 600 километров по воде, почти вдвое длиннее, чем по суше. Все потому, что ял не всегда идет на веслах. Если на море ветер, экипаж ставит парус. При этом судно движется галсами, то есть не по прямой, а зигзагами. Подготовка началась позже, чем обычно из-за погоды, из-за плохой. Обычно мы начинаем в середине мая где-нибудь, а тут, наверное, мне начали, кажется, в середине июня. Нужно сначала с зимовки вытащить шлюпку, посмотреть, где она, в каких местах рассохла, с чего там случилось. Может быть, покрасить заново корпус, подлакировать что-нибудь, спустить на воду, посмотреть, дает она течь или не дает. В путешествие отправляются три патриотических клуба. У каждого своя шлюпка. В казачьей заставе и норд-осте на веслах парни, а в экипаже варяга девушки, ученицы 8-й школы Новосибирска. Ева Козлова уйдет в дальнее плавание впервые. Первый раз, когда я села за весло, я вообще, в принципе, не понимала, что делать и как им грести. Ну, а потом начала тренироваться, началось получаться у меня все. Я решила попробовать для себя что-то новое, открыть что-то новое, чему-то в жизни новому научиться. Каждый день юноши и девушки будут проходить от 20 до 50 километров, ночевать в палатках, на берегу. Ребята смогут не только испытать себя, но и помочь по хозяйству пожилым людям. Школьники побывают в Боровом, Ордынском, Спирино, Крутихе и Чингисе, уникальном селе, которое частично находится на острове. Там же церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. Там есть приход прямо на острове, и мы оказываем им посильную помощь. Например, три года назад мы разбирали сгоревшую трапезную, помогали физически. Там пожилые бабушки, которые не всегда справляются с такими работами. В плаванье отправится оператор канала ОТС, опытный турист Александр Ведерников. Придется по ходу дела и снимать, и фотографировать, и учить детей, и кое-где садиться за весла, заменять функции командира шлюпки. Раньше справлялся, и сейчас справимся, и привезу хороший материал. Если верить народной примете, путешествие будет удачным. Уходили-то в дождь. Переждали на острове Тань-Вань и снова в путь. Домой экипажи вернутся 22 июля. Анатолий Харитонов, Александр Ведерников, новости ОТС. И на этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал теперь и в социальной сети Instagram OTS подчеркивание ТВ. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Теперь новости ОТС не только на телеэкране, но и в интернете. Не успел к началу эфира... Делайте правление. ...исправиться от так называемых... ...на улице с каждым днем. Депутаты... ...все новости Новосибирской области на сайте вн.ру. Здравствуйте. 4 июля по прогнозу Западно-Сибирского метеоагентства в Новосибирске ночью без отсадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 2,7 м в секунду, порывы до 14, влажность 62%. Температура ночью плюс 8,10, днем плюс 18,20. В последующие 2 суток временами возможен дождь. Температура воздуха в четверг, днем плюс 21,23. В пятницу плюс 22,24. На этом о погоде все. Я желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...